Важно понимать, что в постковидный период страдает энергопродукция в клетке. В норме, обратите внимание, сколько килограмм АТФ на данном слайде должно вырабатываться в сутки. В норме мы получаем АТФ с помощью аэробного гликолиза и немножечко с помощью анаэробного гликолиза. Но когда происходит оксидативный стресс в организме, а он происходит под влиянием нашей инфекции, то, к сожалению, блокируются эти правильные пути выработки АТФ, так называемые, и бета-окисление жирных кислот включается в патогенез выработки АТФ, который ведет за собой высокий расход кислорода. И в конце концов мы получаем ишемию в клетках. Митохондрии, которые являются основным источником выработки АТФ, перестают работать, потому что включаются другие механизмы. Снижается поступление кислорода в митохондрии, подавляется активность оксидаз, который угнетает, вернее, вследствие чего угнетается окислительное фосфорилирование и нарастает недостаток АТФ. То есть развивается вот этот вот порочный круг, который приводит в результате к ацидозу и нарастанию энергодефицита. И наша задача как клиницистов понимать это и помогать людям увеличивать энергопродукцию в условии гипоксии. И если мы, скажем так, добавим нашим пациентам препаратов, которые позволят выработать больше АТФ клетками, то мы с вами спокойно будем и умело бороться с оксидативным стрессом и мы сможем предотвратить уменьшение продукции АТФ и накопление кальция, натрия и развитие отёка внутри клетки. И тогда мы сможем уперечь наших пациентов от развития ишемизации в этих зонах и развития постковидных осложнений, которые мы видим на сегодняшний день в виде увеличения риска сердечно-судистых заболеваний практически на 30%. На сегодня не вызывает сомнений необходимость дополнительного направленного фармакологического действия на процессы образования свободных радикалов. То есть не вызывает сомнений необходимость применения антиоксидантов в нашей практике. И да, у нас есть в организме антиоксиданты, скажете вы мне, да, и стресс потенциирует эти системы, и они должны работать. Но, к сожалению, вирус настолько силён, что он парализует клетки, и свободные радикалы становятся монополистами и мешают выработке АТФ. Оптимальный антиоксидант должен обладать следующими свойствами. То есть он должен обладать прямым-непрямым антиоксидантным действием, он должен работать в отношении ишемического каскада для того, чтобы защитить с разных сторон все органы и системы и быть достаточно безопасным. В завершение хочу обратить ваше внимание на очень ещё один важный аспект — это когнитивная дисфункция. Мы с вами говорили, что у почти 50% пациентов в постковидный период развивается когнитивный дефицит. Так вот, по мнению наших коллег из разных стран, которые уже рассматривают вегетативную нервную систему как основной мишень COVID-19, почти половина процентов пациентов, принявших этот вирус, оценивают свой психологический статус как тяжёлый. У многих развивается депрессия. Практически треть пациентов, которые перенесли вирус, говорят о выраженной тревоге. И 60, по мнению авторов из Китая, пациентов говорят о когнитивном снижении. В аспекте сердечно-судистых нарушений, это практически на треть увеличилось риск развития инфаркта миокарда и других серьёзных сердечно-судистых заболеваний. Когнитивные функции – это основа жизнедеятельности любого человека. И именно к семейному врачу придут в первую очередь пациенты с жалобами на снижение внимания, памяти, на нарушение ориентации и на затруднение планирования ежедневных задач. И наша с вами задача в первую очередь как раз и помочь быстрее восстановиться, потому что мы с вами диагноз «деменция» не поставим, мы не неврологи, для этого мы направим к неврологу, для того чтобы чётко определить клиническую ситуацию. Но назначают во всём мире практически 90% семейных врачей именно антидепрессантные и пациенты, которые уменьшают когнитивный дефицит у пациентов, принесших COVID-19. Мы же ничем не отличаемся с вами от врачей всего мира. И в арсенале нашем есть цитикалин, фармаксон, который, вы знаете, стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов в мембране нейронов и тем самым способствует улучшению функций мембран, а в клинической картине улучшает когнитивные функции. Мы широко применяем в нашей стране цитикалин при инсульте, при черепно-мозговой травме и у пациентов с когнитивными нарушениями. То есть у нас есть хорошая возможность, скомбинировав мельдоний, мелдракард, никомекс и фармаксон, быстрее помочь пациенту восстановиться в постковидном периоде. Естественно, симптоматическое лечение основных заболеваний, которые ухудшаются в постковидный период, ставим мы на первое место. А в качестве адювантной терапии, то есть дополнительной, которая помогает человеку быстрее вернуться к ежедневной деятельности, мы можем использовать с вами антиоксиданты и нейропротекторы. Надеюсь, информация, которой я с вами сегодня поделилась, для вас была полезна, и мы сможем с вами лучше помогать нашим пациентам. Если у вас есть какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать практически или вопросы по вашей клинической практике, я готова ответить. Редактор субтитров А.Семкин